Сегодня я попробую поотвечать на ваши вопросы экспромтом, абсолютно экспромтом, которые вы задавали мне когда-то. Давайте начнем. Единственное, что у меня не будет экрана, поэтому я не смогу объяснять сложные вопросы, я смогу объяснять только простые. Итак, вопрос о директе. Как стоит настраивать директ, к примеру, на нишу лендинги, только в РСЯ без поиска? Ключевые слова «брать» из своей тематики или лучше из околотематической? У самого он настроен сейчас на ключи свой, сейчас секундочку, на ключи своей тематики, но там видно, что трафик идет нецелевой, больше заходят сами конкуренты. Ну, вообще, на самом деле, реклама на лендинг – крайне сложная тема, и здесь нужно просто избирательно пробовать, потому что надо потратить приличную сумму, чтобы протестировать эти все ключи. В РСЯ работает очень хорошо директ. Вот лендинги работают там очень, ну, как бы нормально, но смотря сколько вы хотите заплатить за клиента, потому что стоимость нормального клиента в директе с РСЯ на лендинг-плейте стоит около 5-7 тысяч рублей. То есть, если вы хотите дешевле, то извините, это не тот вид трафика. Что именно нужно знать в метрике только для директа? Для директа в метрике нужно знать, что такое... Первое. Вам необходимо знать, что такое фраза по дням и где искать их. Во-вторых, вам нужно уметь правильно настроить вебвизор и им уметь пользоваться. Надо пользоваться картой клика, конечно же, карта скроллинга, чтобы смотреть, где и чего люди отваливаются. И надо уметь настраивать фразы директ-сводка, именно те самые фразы, и уметь правильно выбирать все там фильтры. Вот это нужно знать и уметь. Константин, пользуешься ли ты каким-то сервисом для ведения бухгалтерии и сдачи всей отчетности? Нет. Я пользуюсь бухгалтером. Где найти и нанять работу хороших директологов? Хорошие директологи... Ну, вообще, хорошие директологи, они работают в крупных агентствах. Если вы хотите их приманить... Ну, обычно, они работают сами на себя, на самом деле. Хорошие директологи, давайте будем честными. Супер хороших директологов, то есть, лучше, например, вас, вы навряд ли найдете, потому что эти люди уже работают в каких-то агентствах, с вами им неинтересно работать, если только у вас не очень большой поток трафика, что я тоже сомневаюсь. Ну, на данный момент, на 2015 год, во всяком случае. Почему их приходится увольнять рано или поздно? Ну, директологи такие... Это абсолютно любого можно взять. Цикл жизни есть у любого абсолютно сотрудника, и абсолютно пофигу, директолог это или нет. Почему их приходится увольнять? А, ты ответил. Почему ты стал так много материться на YouTube? Не знаю. Я постараюсь не материться. В последнее время особенно. Кстати, у нас разрешили теперь материться, ну, то есть, штрафы уменьшили за мат, и теперь ничего не банится, поэтому все матерятся. Когда тренинг директологов будет проводиться вживую, не знаю, навряд ли, что он будет вообще вживую проводиться, потому что более эффективно проводить его в онлайне, как оказалось. Так, следующий, от другого человека уже вопросы. Какой робот для коррекции ставок используют? Корректировки, наверное, правильно? Ну, ладно. И пользоваться вообще им. Стоит или нет? На данный момент, если говорить про декабрь 2015 года, где на данный момент используется Яндекс.Директ 2.0, использовать корректировки ставок, в принципе, можно, но особо от этого смысла нет. То есть, в принципе, любой корректировщик ставок – это тот же инструмент, который есть в Яндекс.Директ, которым вы просто не умеете пользоваться. А там он просто автоматизированный. То есть, ни больше, ни меньше. А так можно пользоваться всякими директ-автоматами и прочей гадостью. Ну, на радость вам. Не совсем понял, как будет работать новый алгоритм цены клика в Яндекс.Директ. Можно поподробнее, какие плюсы и какие минусы нового алгоритма цен будет вообще? И есть на данный момент уже, это вопрос просто старый. В новом аукционе Яндекс.Директ. Там, на самом деле, с чем первое связано? С тем, что Яндекс.Директ теперь делает акцент на CTR. То есть, вам необходимо делать очень кликабельное объявление. И это, в принципе, правильно. Но это убивает всю одноцентовую вашу политику. То есть, если у вас была раньше идея сделать много одноцентовиков, теперь в новом Директе это будет сложнее. То есть, это просто будет тупо дороже. В остальном все остается то же самое. То есть, акцент просто идет вместо цены клика теперь на CTR. Если у вас CTR выше, чем у конкурентов, например, в два раза, то и цена клика у вас тоже будет теоретически в два раза ниже. Конечно, есть еще разные параметры, а-ля, сколько по времени вы крутитесь в Директе, сколько денег вы всего потратили, ваша карма компании, домены и прочее. Но смысл в основном в этом, что сейчас акцент идет не на цену клика, а на CTR. Все остальное, в принципе, осталось так же. Из-за этого, кстати, поменялась игра в разных нишах. 30-30-30. 30% ниш, они стали более, такие, дороже. 30% ниш не поменялись. И 30% ниш, они стали дешевле. Ну и 10% ниш абсолютно пофигу. Анализ рекламной кампании. Удаление неэффективных ключей, улучшение текстов, определение неэффективных ключей, деление на горячий, теплый, холодный. Это крайне сложно объяснить. Понятно, непонятно, как будет работать аукцион. Это я рассказал. Как лучше продвигать директ для интернет-магазина кухонных гарнитуров без оформления товаров в корзину? Прямой звонок от клиента. Ну, это же кухня на заказ и кухонные гарнитуры. Там сложностей-то никаких, в принципе, и нет. Кухня на заказ, они же продвигались всегда, и будет продвигаться лендинг, и все. Если у вас все-таки большое количество товаров, Ну, а что, интернет-магазин просто в корзину убираете и делаете в один клик, и все. А в чем сложность продвижения Яндекс.Директа для интернет-магазина, я не вижу. Максимум с ссылками, и все. В остальном, все так же, как и кухня на заказ, например, продвигается абсолютно. Какие есть алгоритмы, способы, принципы редактирования компании Яндекс.Директ Google AdWords по результатам анализа? Ну, об этом у меня уже очень много видео, и они в том числе открыты, и их вы можете посмотреть все на блоге МКонтекст. Там очень подробно об этом, в принципе, рассказано. Цитирование ниши для заказчика при минимальном бюджете. Не знаю, это вопрос такой. Как проверить актуальность семантического ядра? Например, как проверить актуальность семантического ядра? Его проверить очень легко. Вам необходимо взять это ядро, засунуть в кей-коллектор по-новой. У вас же один раз вы его собирали, значит, у вас есть минус-слова его. Вы можете закинуть полностью семантическое ядро, еще раз прокрутить его по кей-коллектору, и если появятся новые ключи, их можно отобрать в отдельную группу. Если они действительно появляются, то просто их докинуть в рекламную кампанию. Как работать в высококонкурентных нишах? Наверное, это то же самое, что тестировать ниши для заказчика при минимальном бюджете. Но, во-первых, что у нас дано? То есть, тестирование ниши для заказчика при минимальном бюджете. Обычно очень много заказчиков приходят и говорят, у нас есть 500 рублей, мы хотим на них потестировать, например, в юридических консультациях. Но если вы хотите потестировать, то, конечно, вам потестируем за деньги, но результат никакого не ждите большого. То есть, все же знают прекрасно, что если у вас есть высококонкурентная ниша, в ней приличный средний чек, например, 50 тысяч рублей, из них, например, прибыли 10, то извольте заплатить за клиента 5. Если у вас бюджет на рекламу меньше 5, то, наверное, не стоит вообще работать в Директе. То же самое, кстати, и в высококонкурентных нишах, и в минимальных бюджетах. Ну, то есть, я на оба вопрос ответил. Где брать клиентов для контекста? Ну, вот это самый, наверное, частый вопрос, который задают мне. Ребят, брать клиентов для контекста нужно из... Первое, из вашего... Ну, можно сказать, хайпа вашей популярности, потому что если у вас нет популярности, и вас никто не знает, у вас заказов действительно будет мало. Ну, как ни крути. Во-вторых, все стандартные способы рекламы. Директ, соцсети, AdWords, все что угодно. Ну, и в-третьих, нужно иметь хорошие кейсы. Да, точно, совсем забыл про это сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!